Самая обаятельная и привлекательная актриса советского кино уже не та. Татьяна Васильева поддерживает кровавую войну против Украины. Их надо уничтожить, чтобы их не было. Их не должно быть. Российская актриса публично обнажалась перед Януковичем в Крыму. А для Путина готова даже на большее. Если бы не было поменьше лет, я бы тоже поехала туда. Понимаешь, поехала бы. Прямо... Да, поехала. Ну, учили бы. Ну, бинтовала там, я не знаю, раздавала. А может, стреляла. Я бы поехала. Ой, я такая патриотка сейчас. Последнюю роль Татьяны Васильевой смотрите прямо сейчас. Знаменитую советскую актрису уже давно не зовут в кино. Татьяна безрезультатно оббивает пороги кастингов. Ну, почитайте погромче. Я читаю громче. Ну, что вам сказать. Неплохо. Вам позвонят. Я говорю, спасибо. И жалуется, что ее никто не узнает. Расскажите о себе. Угу. Я училась в школе студии МХАН. О, боже. Звездный час актрисы снова прогремел с началом полномасштабной войны. Да-да-да, да двиньте уже по этому Байдену. Она опять стала востребованной, правда, в роли пропагандистки. Из этой страны, потому что я ее люблю, потому что я не знаю никакой другой страны, в которой бы мне было так прекрасно жить. Как будто по команде ФАС, она публично обливает грязью коллег за антивоенную позицию, не подбирая слов. Чулпан Хаматову называет свиньей, Аллу Борисовну Пугачеву тупой, а Галкина сволочью и алкоголиком. Мы записывали программу как раз на мой день рождения. И такая программа хорошая получилась, мне все говорили, слушай, ну круто. И я смотрю, Галкин все выбегает и возвращается, выбегает и возвращается, а он вел эту программу. И мне говорит, хочешь выпить? Я говорю, да нет, говорю, вообще у меня свое есть. Максим молчать не стал и тут же ответил путинистке. Спасибо, хоть и и предлагал. Как я при этом вел программу, которая, по ее словам, получилась хорошей, непонятно. Татьяна Васильева безжалостно набросилась и на звезду сериала «Кухни» Дмитрия Назарова. Если это все, на что он способен, вот сказать так, так это ничего. Прошу прощения, но это какой-то такой бездарный лайк каких-то собачонок, понимаешь, озлобленных неизвестно на что. Актер оказался способен на поддержку украинцев. И на пике популярности был вынужден уехать из России и начать жить с нуля. До полномасштабной войны знаменитой российской актрисе, которая объездила с гастролями всю Россию, было стыдно за страну. Чуть-чуть в сторону отъедешь, и там просто совсем другая жизнь, совсем другие люди, совсем с другими запросами, совсем с крошечными запросами, но очень позитивные при этом. Я не видела среди них, среди вот этого уровня жизни, когда туалет на улице, в холодную зиму и так далее. И когда они приходят в театр, столько у них, в них добра и благодарности. Зато сегодня она как никогда гордится своей страной и любит убийцу Путина. Никакого сочувствия у артистки нет к украинцам, которые каждый день гибнут от российских ракет. Мы живем здесь, в этой стране, и на эту страну пошли войной почти весь мир. Украину она никогда не признавала государством. Еще до побега Януковича с Украины раздевалась перед бывшим президентом в Севастополе. Так актриса хотела высказать Виктору Януковичу свою благодарность за укрепление русского языка в Украине. Редактор субтитров А.Семкин